Всем здарова народ, с вами Олег и добро пожаловать на очередное прохождение по игре под названием Hogwarts наследие, Hogwarts Legacy, так что будем с тобой давай начинать. Кстати, перед тем как начать запись, я поднял тут в небе очередную страничку, да летала страница и я ее подобрал, так что у нас плюс один. Ну и что ж, нужно нам с тобой сейчас следующие посетить лавки, давай мы с тобой именно так и сделаем. Ну а ты в свою очередь не забывай подписываться на канал, ставить лайк, а мы продолжим. Хорош, смотри-ка снова котейки. Так, посетите магазин филианты и свитки, так а где он у нас, где он, в целом я могу взглянуть на свою карту, на клавишу M, но мне хочется поглядеть вот на этот вот городок, полутать вот так вот, посмотреть в целом, что тут есть. Западный Хоксмит, хорош, быстрый переход, да, открыли мы. Подожди, ну там мне кажется уже навряд ли что-то будет, да? Или все же что-то тут мы с тобой найдем. Ладно, давай глянем на карту, то мы сейчас с тобой куда-нибудь забредем далеко. Так, давай, наверное, вот. Так, ну давай тогда проложим маршрут к магазину филианты и свитки, а я могу компас использовать. Блин, нравится мне как он работает. Так, прикольно. Игра просто мое почтение, 10 из 10. Иногда, правда, похрамывает оптимизация, но в целом это все поправит, потому что появляются иногда некие фризы, такие прям жесткие. О, еще один. Томас Браун, что значит еще один? Простите, сэр, профессор Уизли сказала, что тут можно найти магические рецепты. Матильда, студент. А, вы учитесь у Матильды? Так и знал, что скоро вы ко мне придете. Я владелец этой лавки. Томас Браун. Я так понимаю, у вас был урок колдовства? Еще нет, сэр. А, но значит скоро будет. Создание предметов из ничего. Это магия в чистейшем виде. Конечно, в нем есть и свои сложности, но на том, что вам и нужны будут мои магические рецепты. Прилежно займитесь и скоро сможете произвести впечатление даже на профессора. Да, мистер Браун. Очень надеюсь, что так все и будет. А я непременно тебе помогу. С помощью магических рецептов можно создавать уникальные вещи, например, нестандартные предметы, вебери и так далее. Но пусть преподаванием занимается профессор Уизли. А я принесу магические рецепты. Столк для горошков и стенд для зелени. Думаю, да, сэр. Отлично. Нет ничего лучше, чем уметь выращивать собственные инди-гребы и варить какие угодно зелья, когда вам заблагорассудится. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, подожди. А что мне купить-то надо, блин? Мне профессор Уизли ничего не сказал. Так, хорош, а вот у нас и валюта. Смотри, а я все голову ломал. Думал, где ее же можно использовать? Вот, оказывается, в таких и лавочках. Так, подожди. Но в данный момент я могу только купить два рецепта. Первый из них называется стол для горошков с маленьким горшком. Так, вроде бы ноль стоит. А это что такое магический рецепт? Маленький стенд для зелья варенья. Зелья варенья. Как же звучит? Разблокируют способность наколдовать маленький стенд для зелья варенья. Он идеально подойдет, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время приготовления зелья. Так, мы берем. Если вам интересно, взгляните на остальные мои товары. Ну вот я и смотрю, блин. Но... Господин, блин, продавец. У тебя тут такие цены, что аж просто... Так, я могу ему что-нибудь продать? Хороша. Че у меня очки до квиддича плюс 5 буста дают к защите? Вот этого я не знал. Ну давай шар продадим. Потом очки вот эти продадим. Все, но они статы никакие не дают. И давай кипченочку. И вот это за 60. Ну и в целом я больше ничего у него купить не могу. У него все просто огромнющих денег стоит. Че такое? Стол для горшков. Нет, ну... Давай, в данный момент пока нам этого должно хватить. Нам ведь еще с тобой нужно в другие лавки зайти. Если вам еще что-нибудь понадобится, то приходите. Коллекция обновлена. Маленький стенд. Так, посетите магазин зелья Джулия Пепина. Так, давай-ка. Где он только? Вот этот? Так, а мы его походу проходили, да? Ну, хорош, погнали туда. Блин, но цены тут, конечно, да, кусаются. Очень слишком все дорого. Будем, наверное, копить. Я, блин, ну, думал, может быть, стенд прикупить для трех горшков. Но потом так подумал, нам еще тут с тобой другие лавки навещать. А вдруг, если че, нам чего-нибудь не хватит. Добро пожаловать в лавку зелья Джима Пепина. Здравствуйте, Пэрри Пепин. Прошу прощения, сэр. Ах, ха-ха-ха-ха, небеса, когда я слышу звонок, и я подумал, что миссис Ломан. Впрочем, она вряд ли... Зазвонит. Кажется, я вас раньше здесь не видел. Честно говоря, хокзмите я впервые. В самом-то деле... Что ж, Пэрри Пепин к вашим услугам. А мой магазин называется зелье Джей Пепина. От всех недугов. Безусловно, название указано на вывеске. Но дедушка всегда мне говорил, лучше представляться. Профессор Уизли отправил меня к вам. Я сразу же отложил вам все необходимое. В свое время мне постоянно приходилось пополнять запасы зелья. Думаю, вам тоже потребуется. Зелье варенье — это почти искусство, правда? Я всегда говорю, что нельзя способно... А не помочь... Возможно, заклинания выглядят эффектнее. Но будьте уверены, зелье ничуть не уступает их мощности. Зелье могут исцелять, разрушать, защищать. Скорее вы сами в этом убедитесь. Поскольку вы здесь впервые, я должен сказать, что не продаю зелье кому поправил. У меня также есть готовые настои для самых разных целей. А порой я изобретаю новое, заходите время от времени. Чтобы ничего не упустить. А пока, давайте я принесу ваши рецепты, хорошо? Что я могу сделать для вас сегодня? Друзья, вот из того всего, что мне не понравилось, это вот постоянно читать субтитры. Я не успеваю в этот момент разглядывать красоты этой игры. Но и слышал я такую новость, друзья, то, что... Есть такая студия, Games Voice, по-моему, называется. И вроде бы как они собирают деньги на озвучку. И в этом году должна выйти озвучка. Неофициальная, конечно. И будет вроде как... Я смотрел трейлер, но она топовая. Такая профессиональная. Рецепт приготовления зелия, обращающего на кожу выпившего каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. И рецепт исцеляющей зелия. Так, ну давай берем. Так, ну пока я ему тоже ничего продавать не буду, друзья, на самом-то деле. Ну, и лишнего покупать, кстати, тоже. Коллекция обновлена. Так, давай-ка еще посетим с тобой одно заведение. Волшебная брюква. Так, где оно? Волшебная брюква. Блин, мне надо было начинать маршрут. Тогда пойди из той стороны, раз мы там уже с тобой были. Не летают ли тут часом случайные странички всяких разных? Оба хорошие. Нормально. Топор нас увидел и сразу за работу принялся. Какой хитрый жук этот топор. А че, меня миникарта то туда сначала повела, а потом сюда. Так, подожди-ка, я тут что-то видел. Да! Акио, давай сюда. Два из двух, хорош, хорош. Ну-ка, давай-ка глянем. Может быть, мы с тобой что-то новенькое открыли в снаряжении? Нет, ничего мы с тобой не открыли, но зато выполнили вроде бы как испытание. Так, это выполнено, это в стадии выполнения. Хорош, но по идее мы должны были взять вот такие вот перчатки и вот такую вот шляпу. Но почему-то в этом снаряжении у нас не отмечалось оно как новое. Видишь, нету. Странно. Вот этого я сейчас не понял. Так, а тут что у нас? Просто коллекционные карточки, да? Все, ладно. Подожди, еще что-то новенькое есть вот тут. Давай мы это сразу все отметим, чтобы она у нас постоянно в новом не висела. Так, ну все, хорош. Ну, пойдем в волшебную лавку под названием Брюква. Вернее, Волшебная Брюква. Блин, хотите сказать, хорош галлик, перелази. Простите, сэр. Профессор Уизли сказала, что мне нужно обратиться к вам за снадобни. Ах да, бальян для нового пятикурсника. Мерлинова борода поступить к Огварст на пятом курсе. Да у вас должно быть голова идет кругом от этого всего. Ньють, я воспринимаю все это как увлекательное приключение. Что ж, поздравляю, не всем хватает смелости. Кстати, меня зовут Тимоти Чайлотт, и это мой магазин. Волшебная Брюква, я всегда ставлю тележку снаружи. Люблю поболтать с прохожими. Что в толку все это время торчать в магазине? Я думаю, нет. Помимо семян у меня еще много растений. Сам выращиваю, специализируюсь на индигрентах для зелец. Сам Пеппин приходит ко мне за закупками. Ну как насчет пакетика с надоби? Так, и что это такое? Семена? Бадьяна открывает способность выращивать бадьян в маленьких горшках. Так, да что мы, блин, ногородник теперь с вами? Или садовник какой-нибудь, блин? Все, выращивать и выращивать нам, походу, придется. Симулятор какой-то, грядок, блин. Ну вроде бы все. Пора встретиться с Нати на площади. Ну все, хорош. Пойдем-с. Ты че не упади, Олегов Мэйджик. Опа. Так, это быстрый переход. Кстати, давай-ка ревелию тут заезжаем и все просканируем. Быть может быть найдем че-нибудь там, сам понимаешь. Интересненького, что недоступно для простых-то глаз. Но только ведь не для наших очки. В серебряной полуоправе. Ну-ка. Тут какая-то мода прям на очки что ли постоянно. Не, ну ты че, это вообще жесть. Слушай, я могу заюзать эти очки и скрыть свои предметы, чтобы они, как бы, знаешь, ну не отображались. Могу снять. Блин. Ну чтобы очки, как бы, знаешь, вроде бы на нас были одеты, но скрыть те самые девайсы, которые мы с тобой, например, одели. Блин. Походу, такой функции нет. Ну, хотелось бы, конечно же, поднять в первую очередь свои статы. К защите. Подожди, как тут? Ревелио. Смотри-ка. Бочонок со сливочным пивом. Хорошо. Друзья, кому интересно, можете на паузе читать. Плюс 20 ОЗ, ты прикинь. Здоровечко. Как с тобой-то прокачали уже прилично. Я все забрал. Теперь я понимаю, почему ты не можешь выбрать любимый магазин. Нужно погулять здесь еще немного. Может быть, сегодня мне удастся сделать окончательный выбор. Хорош, чё это такое? Кто? Великан, смотри, или гоблин? Тролль какой-то. С бронькой, причем, ни хрена себе. Да ему пофигу, ваша магия, по-моему. Хорош, у него два пальца на ноге, ты прикинь. Да, по-моему, вертел он эту магию вне Хогвартса. Вынимайте, выманите его подальше. Ох, блин. Ну, сейчас Олегов Мейджек его прикончит. Контро уклонится. Давай, хорошая. Думал, это-то. Квена. Заюзаем. Так, вспоминаем магию. Левиоса, какой левиоса? Подожди, я не то зажал. Подожди, нам магию надо было, да? Хорошая, у меня палочка помощнее бьет. Да, подожди, подожди. Я забыл, как упланироваться. Оба. Мы его хоть немного ослабляем? Подожди-ка, подожди-ка. Оба. Я же уклонился, ты чё? Бросок древней магии, что это? Барош, там уже помощнее бьет. Так, подожди. Хорош. Дай-ка. Бросок древней магии. Акио. Так, чтобы исцелиться на Джей. Давай, хорош. Всё, давай, соберёмся, соберёмся. Хорош. Бочки ему сколько урона дают, а? Держи, блин. Хапуга. Куда бы ты только выполз-то, чудак, блин. Держи, коробочкой. А чё ты, я же увернулся. Вот я же опять уклонился. Чё такое? Отстань от меня, ты чё ко мне прицепился, блин, а? Гад такой, а? Опа. Уклончик, уклончик. Вот троляка, а. долбать уже там на на издыхание были короче стенкам не подходим чтобы у нас там не зажимал вот такое были сколько шли из-за него зелита завязал чтобы призывать древнюю магию от ее сразу так призывать не мог а ты молодец блин а фига себе его блин и расцепила там на мелкие частицы святы небеса вы двое справились со взрослым троллем сами да вроде бы того если честно все как в тумане мэрилиново борода вы в порядке да и мы были рады помочь помочь по моему это слабо сказано такая смелость говорит о задатках марокоборца если вы двое не вредим может согласитесь помочь мне немного прибраться здесь конечно констебль сенгер констебль стенгер и еще раз вам спасибо хорош давай приберемся как устранить ущерб подожди на тройку да по моему восстанавливать да 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 вот был воен в реале по так палочкой замахнуть и смотри все у тебя восстановилась и болит так давай вот это тоже восстановить боже мой чё она сама тут не могла свингель констебль это блин волшебной палочки на 7 раз махнуть и как будто ей в этом составило бы какого-то труда но ладно тем не менее давай мы с тобой наведем тут порядок быть и может быть нас повысят до мэра этого комсворда городках будем волшебным мэром так поговорить с владельцем магазину подожди-ка подожди-ка сейчас мы с ним поговорим но сначала ревелия тут у нас руководство магазин одежды шапка-невидимка болин шапка-невидимка это прикольно хорош пятый левел уже у нас смотри август хилл здравствуйте сэр кажется мы не знакомы позвольте представить август хилл выдающийся партной также позвольте поблагодарить вас за невероятную храбрость проявленную в борьбе с этими троллями и безусловно за помощь с восстановлением порядка хоксмити хорошо что удалось мне вам помочь честно говоря вы достойны ордена мэрлина но я могу предположить вам что-то более практичное а я говорю повысите меня до мэра хоксворда в моем магазине одежда для волшебников шапка-невидимка есть поистине уникальные вещи обеспечивающие скажем так защиту боюсь это будет от них не последняя опасная встреча в вашей жизни поэтому я хотел бы подарить вам этот комполет мантии в качестве награды нифига себе спасибо сэр и вправду спасибо мистер хилл это очень щедро с вашей стороны это самое меньшее что могу вам сделать давайте подберем вам подходящий костюмчик вот это я не против но только красивый а и все что ли временно недоступно у меня на выбор один ну ладно все равно классно смотри и нападение у нас на пятерочку болит его меня ложь хорош хорош вы получили новое предмет снаряжение пора его использовать выберите ячейку смысле выберите чеку где вы тут она наденьте мантию это вот это так она у меня была такая мантия да остальное все продает ну цены у тебя дядь так но вот это давай продадим а это за нули ну да так вот эти очки давай продадим защита плюс 4 блин надо копить денежку да необычно вышло знакомство вышло хозбитом по моему мы заслужили как минимум покрышки сливочного пива особенно ты зайдем в три метра хорошая мысль чудесно тогда идем нам туда если вам будет что-нибудь еще нужно для великих сражений обязательно заходите мы вам все подберем да с такими ценами космос болен и вы конечно мне же подберете подожди к я только не поняла ничего смотри на вид абсолютно одинаковые и главное ну да смотри визуально они одинаковые просто это дает немного бустак нападению и тем не менее ну хорош друзья пойдемте выпьем по кружке сливочного пива ваше здоровье если внутри не совсем уж столпотворение возможно тебе удастся познакомиться с сиреной хозяйкой она сама любезность так на тебя ты можешь шифтануть а пожалуйста да спасибо и мы уже на месте а мы будем летать на метелке то ну с ведром оба на я этого чела видел в самом в самой первой серии друзья помните он еще ворона вроде бы превратился хорош а тут этот блин гоблин ты говорил что займешься ребенком что тебе нужно что-то что всех отвлечет я тебе это устроил с тем что ты устроил справился ученик что за ребенок что ты от меня скрываешь у юнити на участие что если ты не можешь ставиться с ребенком но вы мне не нужен давайте идем ты ведь ясс а не назоветели кажется нет а чём этот гоблин говорил с виктором ронрок за 1 срок куда про этого гоблина писала ежедневно про рокет так и думала идем лучше поскорее зайти в три метлы рада была тебя повидать лоднок непременно спасибо себе берегись это это женщина что ли я думал это мужчина ну просто у нее такой голос низкий офигеть в этой сирены то ой как гоблин смотрит на нас так что даже новое лицо я тут впервые добро пожаловать сливочное пиво я слыхала нападение надо будет узнать как там остальные торговцы рада что вы двое не пострадали кого надо благодарить правда впечатляет спасибо за пиво всегда пожалуйста да уж тролли в хозвете такого еще не бывало что-то дурное здесь творится обычно если нам приходится иметь с кем-то дело опасным стоило упомянуть хорошая сирена наваляет мне ушло отсюда только что вышел и пусть или мы его теперь не мой сервитар как только вы двое сюда уберете здесь по-прежнему будет исключительно приличная атмосфера на твоем месте кафел тише тише устраивать драму мне нужен вот кто не мешает человеку пить сливочное пиво я хочу лишь поговорить ты меня похоже не расслышал я сказал человек занят вам что драк на сегодня не хватило идем тефе 3 метлы уже не то что прежде потратить можно деньги еще где нибудь всю жизнь за кружкой да потратьте лучше на новую шляпу урод кажется вы нажили себе серьезного врага будьте осторожны рукут хорлоу хуже любого тролля воли рандрог а теперь еще и рукой что-то не скрываешь по местам джаз на слово я все расскажу лучше не сейчас некоторые задания имеют открытые цели без компасного пути самостоятельно остановите проживание жуточным пункт на карте чтобы добраться поговорить и знать и у трех метил я так рада что там была сирона и что она не боится мерзавца вроде рук вода я хочу разобраться что происходит и надеюсь ты мне расскажешь но сейчас нам обратно обратно в кого если профессор уизли еще не знает о нападении тролли то скоро узнает не хочу чтобы она за нас переживала на ночь вы должны вернуться в гостиную откройте карту так ну давай гостиную гостиную карта хогвартса давай где моя гостиная в южном крыле или где ну-ка нет а вот все правильно друзья гостиная гриффиндора ну что вот мы и дома в новом нашем доме блин как же здесь приятно то все таки задание завершено добро пожаловать хогвартс в хогсмит испытание разблокированного да блин круто мы с тобой попутешествовали то на самом деле с такими-то приключениями ну что ж дорогой друг я надеюсь тебе понравилось это незабываемое приключение хогсвард так что не забывай подписываться на канал ставить лайк но с тобой был олег до скорой встречи пока